В конце сентября в 50 регионах России в рамках федеральной программы «Современная школа» были открыты центры образования «Точка роста». Их цель – развитие компьютерной грамотности, проектной деятельности, творческого и социального развития детей. По-новому дети находятся на уроках, по-новому дети занимаются в кружках дополнительного образования. Ребенок может не просто есть за партой, он может посидеть на пуфе, это тоже учебное место. Он может замечательно что-то делать в мастерской, он может стрелять из лука, он может сидеть за столом, играть в шахматы. Изначально в центре «Точка роста» Бутовской школы номер 2 шло преподавание предметов технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. Но уже сейчас здесь проводятся, например, уроки физкультуры, ведь шахматы – тоже спорт. Урок физкультуры идет, они у нас здесь занимаются каждый день практически. Приходят по 15-20 человек каждый день, занимаются, всем нравится. Ежемесячно порядка полутора тысяч учеников посещают центр «Точка роста». Все преподаватели прошли предварительную подготовку и постоянно повышают свою квалификацию на различных образовательных семинарах. На уроке информатики, который идет в настоящий момент, ученики решают не абстрактные, а вполне конкретные задачи. Ребята учатся программировать, на простом языке – скретч, среда программирования, и учатся создавать анимации. В данном случае мы создаем простую игру. «Точка роста» послужила толчком и к развитию школьного самоуправления. Умит Алагбаров – президент совета школы, который также заседает в одном из помещений центра. Здесь ребята придумывают и воплощают различные социальные и учебные проекты. Мы управляющим советом собираемся два раза в неделю именно в этом помещении и обсуждаем различные школьные дела, решаем задачи, придумываем проекты. И самое главное – мы можем не только придумать, мы можем их и реализовывать. Скоро в этих стенах начнется работа еще над одним интересным проектом. Юрий Шиловский – преподаватель предмета технологии. Также он создатель одной из модификаций спортивного лука. Идеей сделать собственное высокотехнологичное изделие он заразил и учеников, и преподавателей «Точки роста». С этого года разрешена охота из лука. И многие охотники захотят иметь удобный, комфортный, облегченный вариант лука для того, чтобы можно было пойти и на охоту, ну и, естественно, поучаствовать в соревнованиях с легким изделием. Работа найдется всем, чтобы создать действительно качественный лук. Необходимы и инженерные расчеты, и создание чертежей. Кстати, придется и 3D-принтер, который есть в распоряжении сотрудников «Точки роста». После этого, собрав изделие, мы получаем в уменьшенной форме прототип лука. Таким образом, на уроках технологии можно не только заниматься реальным проектом, но и поддерживать физическую форму. Ведь для того, чтобы сделать хороший, качественный лук, необходимо и самому уметь из него стрелять. К практической реализации проекта ученики и преподаватели центра «Точка роста» приступят уже в ближайшее время. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.